Порт транзит с максимальной колесной базой. Все фургоны обязательно проходят этапы, связанные с тестированием, настройкой, заморозкой. Компрессор немецкой компании Cobland, он действительно немецкий, не китайский. Центральный замок, то есть с ключом, закрываем. В этом табле производится сборка самого фургона. Это очень важный момент. И вот идет процесс настройки. То есть сейчас мы выходим на заморозку. Так, сейчас мы настроимся. Офигенно, да? В чем уникальность этой ручки? Почему она будет работать, а другие ручки, как мы считаем, не будут работать? Вот мы заделись. Ольга все у нас. А я еще не надевала. Не надевается, не надевается, не понятно вообще, с чем занимается. Я снимаю. Снимает, снимает? Дорогие друзья, всем привет. Это компания Сибиро Вен. Вы на канале нашем в Ютубе. Сегодня у нас уникальная ситуация. Мы вам расскажем о нашем фургоне Arctic Box F-Tectica для доставки продуктов питания, мороженого, заморозки. Все, что очень требует глубокой заморозки. Заходим на предприятие. Сразу попадаем на нашу продукцию. В данный момент идет производство фургонов для компании Unilever на шасси Ford. Сейчас мы с вами познакомимся именно с самими фургонами, именно с этой комплектацией. А потом зайдем в производство и посмотрим, как этот процесс выглядит именно с точки зрения самого производства. Есть там нюансы, есть интересные моменты, о которых мы с вами постараемся сегодня проговорить. Да, хотел бы сказать, что оператор у нас сегодня по совместительству, главный у нас человек по продажам, Ольга Мурзич. Она вам в конце потом помажет ручкой, ну и согласится, конечно. Сейчас вот она стоит и краснеет. Не знаю почему, но еще и улыбается, между прочим. Так, и так. Ford Transit. С максимальной колесной базой. С фургоном в длину 3,8 внешний габарит. Высота 1600 мм и шириной 2,100 мм. Фургон состоит из четырех боковых дверей с каждой стороны. Именно вот этот фургон буквально вот только что вышел, наверное, вчера вышел из производства. Да, вчера. То есть, скорее всего, он, да, вышел из производства либо вчера, либо позавчера. Все фургоны обязательно проходят этап, связанный с тестированием, настройкой, заморозкой, выводом на рабочие режимы, холодильной установки. Чем интересен данный фургон? Данный фургон устанавливается на шасси без подрамника, надрамника. Вот монтаж осуществляется именно на штатные места, именно рамы. То есть, в раме предусмотрены отверстия, и в эти отверстия, через закладные, фургон сочленяется с рамой. Что это решение позволяет нам добиться? Это решение нам позволяет уменьшить вес фургона. То есть, данные фургоны весят в районе, там, ну, 950, наверное, килограмм, да. Вот, это для фургона мороженец под 4 метра, это очень хорошие показатели, позволяет вести на себе еще порядка тонны груза. Подвеска усиленная у шасси, и, как вы видите, даже вот эти резиновые упругие элементы, они даже совершенно не, у нас под фургоном не просели. То есть, это говорит о том, что, в принципе, есть большой запас для погрузоподъемности. Конструкция без надрамника требует немножко особенностей в плане изготовления самого фургона. То есть, в фургоне предусмотрена в самом фургоне ниша. Надо снять ее, что она там, действительно, ниша есть. Ниша для работы заднего колеса, задней подвески, чтобы фургон не препятствовал, не мешал именно движению автомобиля, там, неровности каких-то. Ну, и, собственно, по этой причине здесь установлены такие крылья, интегрированные крылья, получается, именно к фургону. По внешнему виду, это вот у нас, конечно, алюминиевая обвязка по периметру, которая дополнительно защищает фургон и выполняет функцию декоративную. Нижавеющая фурнитура, петли, ручки. Ручки, разработанные специально нашими конструкторами, изготавливаются под нас. Вот здесь есть логотип Сибиро ВМ. Данная ручка, мы к ней еще вернемся в процессе производства, она, ну, достаточно уникальная ручка, хотя и ничего нового мы здесь не изобрели, но есть в ней особенности, о которых мы в дальнейшем с вами поговорим. Итак, открываем первый отсек, попадаем мы с вами, отсек, он моторный. Он отсоединен отдельными внутренними панелями от самого фургона, здесь установлен компрессор, также здесь есть полка, эту полку удобно использовать как багажную полку. Полка алюминиевая, она выдержит нагрузку до 200 килограмм без особых проблем. Компрессор немецкой компании Kobland, он действительно немецкий, не китайский, хотя есть уже очень много на рынке китайских. аналогов, но требования такие к данной холодильной установке, что, ну, применяем именно немецкий. Установлена эта вся конструкция на алюминиевой раме, вот здесь и видно. Алюминиевая рама и, собственно, все это собирается, фургон собирается и потом устанавливается агрегат. То есть, можно убрать эту полку, вот тут можно посмотреть, что там у нас происходит. То есть, обслуживать достаточно просто, все это можно увидеть, притраскивать по необходимости. Но, в принципе, что еще здесь первом отсеке есть, это у нас центральный замок, вот если Ольга подойдет, посмотрит. Центральный замок, то есть, с ключом, закрываем, ключ поворачиваем, все, замок закрыт, соответственно, двери тоже закрыты. Ключика два, один можно всегда спрятать от водителя подальше, ну, а вторым пользоваться. Вот теперь мы открыли, все, поддук, дверь открылась. Такое исполнение нам позволяет, в принципе, защитить и сам центральный замок. То есть, в принципе, можно, закрывая отдельно вот эту ручку. Ну, а дальше, собственно, с этой стороны три отсека у нас получаются рабочих для погрузки, выбрузки, перевозки мороженого. И с той стороны у нас, получается, противоположность, с правой стороны по ходу движения у нас, получается, четыре двери рабочих. Потому что передний отсек, он не во всю ширину фургона, а только, ну, половинку. Сейчас мы с вами переместимся в производство и будем смотреть, разбираться, как же, собственно, производят эти фургоны. Пойдемте. Нам нужно будет посмотреть с вами производство от начала до самого конца. Поэтому сейчас мы зайдем с вами в цех, но мы попадем в крайний этап производства. Быстренько пробежим через все производство для того, чтобы начать именно с танка изготавливаться, с этой панели. И потом потихоньку будем двигаться к готовности фургонов. Пойдемте. Вот у нас уникальный момент. Так получилось, что мы оказались счастливыми людьми. Потому что мы можем увидеть вживую, как происходит изготовление боковой панели и структуки фургонов мороза. Пойдемте посмотрим. То есть здесь на столе, на лакомном кресле сейчас идет закладка фургона мороза. Это боковые панели. Это будут у нас, получается, судя по размерам пластика, передние и задние стенки. Армированный пластик усиленный толщиной 2 миллиметра. Это вот у нас приготовленные для закладки фургоновой пресс двери. Двери для морозы. Специальные внутри закладные предусмотрены для крепления. В дальнейшем будет закрыто это все мембраной и будет прессоваться в течение трех часов. И тем, как попасть на стол, на пресс-вакуумный, происходит заготовка утеплителя, закладных. Происходит лежит а вот в том участке. Вот сейчас мы можем с Вами смотреть, именно как работает установка фургона при подготовке. И пойдемте на то, что мы не встретимся в заготовке. Здесь, как говорится, получается, заготовка сделана под закладную для дальнейшего утепления ответной части центрального тонка. В данном случае установка фургоновой пресс-вакуумный процесс прессования завершается. Панели попадают в бухерные зоны. В этой бухерной зоне, в дальнейшем, панели попадают на расстроечный формат установки, на котором происходит обрезание наполнения, выставляя с допуском миллиметровым. Вот панели, чтобы вам не было, чтобы выгружать. Приготовлены для дальнейшей финальной обработки. Вот у нас рядом со складом стоят заготовленные шепральные замки. И, собственно, можно винить агрегаты. В таком виде мы их перемещаем сюда. Сегодня у нас день отгрузок. Отгрузка на Москву. Вот фура. Дошла еврофура 16,5 метров. Сегодня будут загружены четыре фургона и перемещены в наш подъезд в филиал. Площадка в Моносеево. Где, собственно, мы для этого клиента устанавливаем фургоны также на Тащу-Форту. Часть фургонов мы полностью, автомобили полностью собираем здесь и будем передавать в городе Новосибирску. Часть фургонов у нас будет отправлена в Моносеево, в Москву. И также будут собраны и приготовлены для клиента. Ну, пойдемте теперь посмотрим, как происходит сборка фургона. После того, как панели полностью отрезаны и готовы, мы их, получается, перемещаем в этот пролет. Это стапик. В этом стапике происходит, собственно, и сборка самого фургона. Это очень важный момент. Важно правильно соединить с собой все панели, чтобы не было никаких зазоров. За счет того, чего и достигается идеальный двигатель. Остатки клея говорят о том, что клубом хорошо склеен, клеем должен вылезть, например, от отсюда, для того, чтобы не было верно, что не осталось никаких микрощелей, микродомбора. После склейки, склейка длится 3,5-4 часа. Это необходимое время для того, чтобы клей полностью высох, застыл. Ну, и можно было дальше работать с фургоном. Фургон выкатывается с стапеля на специальные степени подкатной. И переставляется на вот такие вот подставочки. Вот они как раз вот этот фургон. И уже дальше на подставочках, на тележках этих фургоны перемещаются по мини-конвейеру в таком направлении. Юра, когда будете грузить? Парсировал, подставка. Ну, фургоны готовы к грузу? Первый, да? Ну, все, скоро будем грузить. Вот Юра, у нас на него под фабу. Обещаем сегодня всех четыре фургона. Четыре фургона отгрузить. На мосту будем отгружать. Пойдемте дальше знакомиться с фургоном. Вот они первые, вот эти четыре с этой стороны фургона. Они приготовлены для фургона. То есть снимают их, да. Заводят последние. И натирают для своих коллег. Чтобы коллегам в городе Москве, в пользу случая, передавим вам привет, было комфортно и приятно работать с тем, что отправил завод Усмамбург. Ну, давайте теперь начнем немножко разговаривать про дальнейшую сборку фургона. То есть мы с вами посмотрели с фургоном в таппель. Вот, с ней зашелся его, как камень. И вот то, что я говорил, он практически все вылез для внешнего фургона. Вот, начинается, собственно, этап сборки фургона, да. Итак, первый скрытый момент, технически важный и очень нужен. Это конкур обогрева дверей. Обратите внимание вот на эту канавку эту. В ней вложен специальный кабель греющий. Этот греющий кабель начинает работать в момент, когда фургон подключается к розетке 380, то есть, когда начинается процесс замораживания. Это было после дневной разводки. Необходимо это для того, чтобы наши двери прослужили как можно дольше времени, без каких-либо вмешательств в ремонт и все такое. То есть, происходит отсечка и высыхание периметра. То есть, нет намерзей, все идеально сухо. Очень хорошая и полезная вещь. Мало, кто ее реализует, в компании две таких мыли, еще одна. Потом это все закрывается облицовочным уголком. В данный момент у нас тут была, это вот что мы и делаем. Параллельно работают электрики, проводят обещания. Вот тут можно внутри посмотреть. Как вы видите, здесь уже восстановлены холодильные места. Дальше на следующем этапе у нас туда подключаются специалисты по холодильнику. Вот один из них сидит. У Вячеслава есть брат Вячеслава, а у Вячеслава есть брат Валера. Вот эти два человека, они братья, как-то не странно, и вот у холодильщики. Вот. А вот второй человек, находясь здесь, это наш электрик, который в данный момент занимается финишным подключением освещения. Правильно я говорю? Да, да. Освещение мы подключаем, да. Здесь уже установлены флиты технические. Флиткарная флита весит порядка 80 килограмм. Здесь уже предсборка уже, все уже подготовлено для того, чтобы нужно было запускать агрегат. Вот. Ну и дальше, собственно, этап, где у нас происходит уже покладка фургона, да, с именно холодильной установки. Да, компрессор работает. Вот только столовая. И уже в самом конце, после того, как все технические фургоны по сборке его закончили, иступают в работу наши доблестные оклейщики. То есть происходит брендирование фургонов. Вот, собственно говоря, получается. Да, это уже шасси приготовленное для... Ну, еще не приготовленное. Идет заготовка для монтажа. Я монтажа фургона уже на шасси. То есть это практически финальное место, где мы помонтируемся на шасси, после того, как его забрали, запустили, наклеили оклейку. И потом уже финиш на приемках и выпуск. Продверь и ничего не жакали. Так же, в каждом-то. Вот второй агрегат, который, например, был запущен немножко раньше. У него уже температура... Здесь надо посмотреть на каждом контуре холодильника и работают в установленной даче. И вот идет процесс настройки. То есть сейчас мы выходим на заморозку. В течение суток фургон будет внутренне работать, как и компрессор, и выходить на заданный режим. В этом фургоне два контура с астетическими плитами. Каждый контур – это две плиты астетические. На каждый контур пошел температурный датчик, и мы видим температуру, и тем самым после того, как уже будем выходить на минус 35-40-45 градусов, будем их подрегулировать с помощью ТРВ-аутомовыми фургонами. и выводить на заданные расчетные параметры. Ну вот, тут можно посмотреть, как он, вот, всякий датчик. Ну вот, если попробовать, конечно, камера не передает это все, но температура здесь у нас выше. Так, ну пойдем за тепловизор. Собственно, вот здесь можно посмотреть на эти половины установки более, так сказать, в развернутом виде, да? С другой стороны стоят астетические плиты, привезенные из Италии, также для этих фургонов. Ну подождите меня, сейчас расскажу за... Тепловизором. Молодец! А ты пока можешь поснимать вот машину. Фургон покатился, вот, можно снять. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я снова с вами. Вот наш тепловизор. Сейчас мы будем... Так, что вот тут у нас показывают на Ольге, оператор Ольга? Ну, где-то 36 и 7, 8. Ну, пойдем. Так, сейчас мы настроимся. Пользоваться так, видно, да? Ну, вот, собственно, сейчас попробую резкость навести. Вот, да, резкость навели. Ну, вот видно, да, что красная полоса, это у нас... Это контур обогрева. Вот он горячий. Сейчас моя рука появляется в кадре. И вот, собственно, этот контур. Ну, температура порядка 35, до 40 может доходить градусов. При этом температура самого фургона у нас 22, ну, собственно, как и в цехе. Ну, а там... Там у нас холодно уже. И вот, собственно, в рамку этого видно ее, да? Закрываем. С таким тепловизором, в принципе, мы и работаем. Он нам очень сильно помогает. Незаменимая вещь при производстве фургонов хорошего качества. Давайте поговорим о дверях. Дверь, на самом деле, в фургоне мороженец, это, ну... Здесь мелочей вообще нет, в принципе. Но одна из очень таких тонких моментов. Сложно добиться именно качества, эксплуатационных хороших характеристик дверей. Но, как нам кажется, нам удалось этого добиться. Есть свои секреты. Сейчас нам потребуется листочек бумаги для того, чтобы проверить, правильно ли, качественно ли собрана дверь. Задача двери создать герметичность. Герметичность, через которую не будет проходить холод. И при этом, ну, ее можно было открывать, закрывать. Вот, постоянно. Есть очень старый, древний способ, как это можно проверить после того, как дверь собралась. С помощью листочка бумаги. Процедура предельно простая. Закрываем, и листочек у нас не должен вылезать. Вот, вы видите, ну, чтобы его не порвать, я его не буду рвать. Так проверяется каждый дверь. Ну, можно и порвать. В принципе, порвать. Можно с этой стороны сделать. Опять, пожалуйста. Вот. Конструктивные особенности. Вот этот язычок регулировочный уже, покажи нам. Риски, то есть, он позволяет производить регулировку во весь строк эксплуатации терпона. То есть, у него здесь есть возможность регулировки у нас порядка, наверное, полтора сантиметра, да. То есть, мы можем отапливать этот язычок, тем самым поджимать дверь. Сейчас, по сути, дверь находится, ну, с корутами. В полносердесном режиме, мы на ней максимально... Ну, то есть, ее еще можно плотнее прижать. Макетер это позволяет сделать, то есть, он достаточно мягкий. Он от температуры не меняет своих свойств абсолютно. Вот. Ну, а, собственно, сама ручка, она позволяет нам закрывать, ну, не особо усилий. Ролик, который, по которому катается язычок. Вот, давайте посмотрим, как у него остановили ногами и перегородки. В этом покойне сейчас идет монтаж центрального замка. Вот, если посмотреть, там вот еще в левом дальнем углу не соединено. В левом дальнем углу. Станки не соединены. Так, сейчас нам надо найти ручку. Ручку мы должны с вами найти для того, чтобы посмотреть на ее особенность. Вот, Вячеслав, нам вызвал ручку. Вот так вот она выглядит, ручка, Сигню Ровен. В чем уникальность этой ручки? Почему она будет работать, а другие ручки, как мы считаем, не будут работать? Все дело вот в этой части. В этой части и вот в той, Коля, покажи. И вот в этой бочке. В этой бочке находится смазка. Смазка, которая работает до минус 50. Перед тем, как установить ручку, происходит наполнение ручки смазкой. Я сейчас не буду, конечно, ее марать, но людям с ней еще предстоит работать и брать в руки. Но перед тем, как установить на дверь, ручка заполняется вот так вот полностью. Все это заполняется смазкой. Механизмы всегда находятся в смазке. Пыль туда не попадает, потому что у нас закрытого типа прислоняется плотная к двери. И, по сути, на весь стройк эксплуатации нет необходимости ручку эту обслуживать. Вот такая особенность. Рассказали вам, как и сборки наших фургонов-вороженей. И давайте еще раз вернемся на улицу фургонов, которые уже готовы. Мы разговаривали, я рассказывал про контур обогрева дверей. Так вот, функция эта решается за счет специального понижающего трансформатора, который мы устанавливаем в холодильный агрегат, в установку саму. Это понижающий трансформатор с 380 до 24 км. Вот. Именно благодаря EMO мы можем подключить греющий кабель. Вот мы уже оделись. Ольга все унаходит. А я еще не раздевала. Не одевается, непонятно вообще, чем занимается. Едет с камера. Я снимаю. Снимаешь? Снимаешь? Это бытует мнение, что есть тяжелые фургоны, есть легкие фургоны. И вот один из производителей европейских, максимально приближенных к России, позиционирует в презентациях, в информационных каких-то вещах о том, что у них очень легкие фургоны и этим они очень славятся. Про массу фургонов, вес фургонов я вам сейчас все расскажу. Все предельно просто. Чудес в мире не бывает на свете. И все поддается законам физики. Все очень понятно и просто. Смотрите. Если вы хотите, чтобы ваш фургон был способен развозить продукцию на протяжении 8-10 часов, то для того, чтобы он это имел возможность, у него должно накопиться определенное количество за ночь энергии. То есть он должен набрать в себя холод. То есть эрхотектическая система должна набрать в себя холод. Делается это с помощью наших вот этих эрхотектических средств. То есть, как вы знаете, вот эти эрхотектические плиты, да? Именно количество и энергетическая мощность этих плит определяет по большому счету вес всего фургона. Каждая плита весит там на фургоне 80 килограмм. В фургоне 4 плиты. Соответственно, умножаем 80 на 4. Сколько мы получаем? 320 получаем. 360 это вместе с конструкцией, которая в виде закладных. А еще плюс компрессорный плод, который с той стороны находится. И вот мы получаем порядка 450 килограмм. Это у нас, собственно, вес самой холодильной установки, которая накапливает холод. Можно сделать и 200 килограмм эту часть. Но тогда у вас будет и, соответственно, период разлоза, который вы сможете эксплуатировать. 4 часа, 6 часов максимум, да? И у вас потом начнет температура просто поднимется вверх моментально и все растает. Вот. Теперь к этому фургону. То есть этот фургон 4 метра, да? Соответственно, 4 эрхотектических плиты. Хотя, в принципе, можно сюда и пятую плиту установить для того, чтобы... Ну, еще больше имел запас по периодному разлозу продукции, временному периоду. И вот мы получаем, что где-то у нас 400 килограмм. Это масса, скажем так, холодильного агрегата. 2 тонны у нас весит, 2000 килограмм весит шасси. И вот пойдемте на весы, посмотрим, сколько весит, собственно, в бортном сборе вместе с фургоном. Так, вот у нас здесь весы. Давайте посмотрим, должно быть видно. Да, видно. 2 900, 2 960. А, вот отсюда, вот с этого ракурса подойдем, так. 2 960. Собственно, получается, что если мы вычтем 2 тонны, это у нас вес шасси. Правильно, да? 400 килограмм от него у нас холодильной установки, которая, ну, в любом случае ее никуда не денешься, она такая и есть. То есть здесь установлен легкий комплект, я стал по себе, с конденсатором, то есть это тоже, ну, то есть это у всех все одинаково. То есть все производители работают с одними и теми поставщиками компрессоров. Вот, и получается у нас, что масса фургона был где-то в районе, оператор Ольга, скажите, сколько масса у нас фургона выходит? Вот я задумывал. Получается где-то в районе 550-600 килограмм весит у нас фургон. В принципе, для фургона мороженец сплощенной стенок 120-140 миллиметров, да? А здесь именно боковые стенки 120 миллиметров, потолок, основание, передний, передний, задний стенки 140 миллиметров, да? Стеглопластик, алюминиевая вязка, все это в совокупности весит там в районе 600, получается даже 550-600 килограмм. Ну, где-то вот в этих цифрах. Вот. Ну, и как вы видите, если посмотреть на подвеску, видно, что, ну, запасы еще достаточно. Это вот надо сюда прям зайти и посмотреть, сколько до отбойника. Вот прям рыжий отбойник там есть, вот туда, вот он, да. Ну, вот в ненагруженном состоянии, в нагруженном состоянии, то есть в ненагруженном где-то в районе 100 миллиметров отбойник до отбойника, а сейчас где-то, наверное, 70-80 миллиметров. То есть запаса по грузоподеленности здесь еще достаточно. Вот, выше он из производства как раз автомобиль. Сейчас мы его посмотрим, да, автомобиль готов. Что здесь установлено, пожалуйста, смотри. Вот центральный замок, все стоит, все на месте. Он не на мороженое, потому что он был заморожен на плашной неделе, а на годные его заморожены для того, чтобы до конца его дособирать. Все, сейчас эта машина поедет на стоянку, будешь ждать появления водителя для перемещения уже клиентов. Давайте вернемся еще раз к фургону. Давайте внутрь фургона посмотрим. Откроем фургон у нас с другой стороны как раз. Вот тут, здесь видно этот отсек. На что еще я хотел обратить внимание. Вот сливное отверстие. Оно крайне необходимо для таких фургонов, Потому что в летний период происходит, ну, температура фургону очень низкая. Происходит, все равно появляется на эрфетических плитах изморозь. Ее периодически нужно убирать, чтобы фургон не терял свою эффективность. Эту изморозь можно растаять, и когда она превращается в воду, через то следное отверстие, мы ее удаляем из фургона. Коврики наши, предпозволяющие, собственно, всей грязи, которая все равно появляется при эксплуатации. Сырость, все это остается внизу. Коробки сухие, но они легко демонтируемые. Ничто снимается, у него специальные зацепы, условно называемый шип-паз, да. Берем, с одной стороны, сверху ставим, с другой стороны, сверху, с другой стороны. Ну и быстросъемные перегородки в фургоне, с алюминиевыми перегородками, с вставленными внутрь листами поликарбоната. Легкая конструкция, быстросъемная, снимается буквально в течение 10-15 минут. Ну, в случае, если нужно произвести какие-то там сервисные работы. Вот это ничего не скажу. Так, да, вот, собственно, мы с вами видели, когда были на участке заготовки утеплителя, видели, как фрезеровалось под закладную утеплитель. Так вот, сейчас там, внутри, под пластиком, находится стальная закладная, зацинкованная стали 2 мм. И, собственно, сюда, вот, установлена ответная часть замка, а крючок находится у нас на два отчета, покажем. А вот находится вот здесь крючок у нас. То есть, при поворачивании ручки, которую, также мы вам показывали в моторном отсеке, происходит закрытие, вращение стержней, и происходит одновременно закрытие всех дверей. Очень удобная функция для безопасности груза. Вот если руку сюда подвести, то чувствуется, как выходит воздух, и происходит шипение. Это вот на крайней двери всегда такое происходит. Ну, собственно, куда-то воздуху надо деться лишним. И теперь о самом главном. Стоимость данного транспортного средства 3 млн. рублей. За 3 млн. рублей вы получаете отличный автомобиль с отличным агрегатом, холодильной установкой, фургоном, который вам позволит спокойно эксплуатировать на протяжении 5-7 лет без каких-либо проблем. Машины все у нас в наличии. К сезону мы подготовились. То есть, понятно, ездить для компании Univir, но также мы можем предложить такие же автомобили абсолютно для всех, кто, ну, решит их приобрести. Пожалуйста, заказывайте. Будем рады каждому из вас продать. Продать. Эти автомобили подсказывает оператор Ольга по совместительству у нас еще и руководитель продаж. Почему-то я рассказывал, а она снимает. Ну, еще мы с вами увидим сам процесс погрузки. Ну, и, в принципе, наверное, я с вами на данном этапе прощаюсь. Всем большое спасибо за то, что потратили время, посмотрели этот сюжет. До новых встреч, как говорится, в эфире. Счастливо. Счастливо. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok